Лыжный стадион имени Анфиса Рисовой вновь принимает соревнования. На этот раз международные девушки и юноши из России, Казахстана, Латвии, Белоруссии, Франции, Китая и Сербии приехали сюда в Химке, чтобы сразиться за звание сильнейшего спринтера. Впереди три круга и два огневых рубежа. Промах и штрафной. Точная стрельба – залог успеха. Химчанка Алина Белявская сегодня настроилась решительно, но меткость подвела. Пять незакрытых мишеней. Не угадала направление ветра. Если не ветрено, то есть шанс попасть на ноль, а если ветер, то можно промазать достаточно. Он еще в разные стороны, то в левую сторону, то вправо. Я буду соревноваться, пытаться улучшить свой результат и подкорректирую стрельбу. По трассе бегут без винтовки. Она тяжелая. Юные биатлонисты на дистанцию выступают налегке. Винтовка ждет на коврике. Тренеры только вставляют обойму, а дальше уже взводят курок и стреляют сами спортсмены. Оставляют винтовку потом на коврике. И судьи забирают и возвращают тренеру. Тренер снова заправляет винтовку и кладет. Снова отдает судье. Вот такая процедура. На трассе затяжные подъемы и крутые спуски. Выход к стрельбищу скоростной. Хорошая трасса. В принципе, несложная. Да, трасса действительно очень классная. Можно лыжи катят просто прекрасно. Сегодня на старт спринтерской гонки вышли больше 200 спортсменов. Рекордное число за три года соревнований. Впереди у биатлонистов масс-старт. Результаты гонок на сайте Федерации биатлона Московской области. Ксения Каретникова, Николай Завродин, Служба новостей.